Всем привет! Добро пожаловать на канал Blink's House! И сегодня мы поговорим о слухах про отношения Джису, о том, почему Джису отказалась петь Ост. Неужели Лису назвали самой уродливой девушкой-айдолом? О дне рождении Розе, новых рекордах и так далее. Сегодня действительно много интересных новостей, так что обязательно досмотрите это видео до конца. Ну и перед началом этого видео, также хотел бы вам порекомендовать мои телеграм-каналы. Они находятся по ссылкам в описании, так что переходите. Ну а сейчас, давайте приступим. Начнем мы, пожалуй, с самых интересных и последних новостей про Джису. И первая новость это то, что 6 февраля Джису провела трансляцию на V-Live. Для того, чтобы пообщаться с фанатами. И на этой трансляции мы смогли узнать, что на самом деле режиссер Подснежника попросил Джису спеть саундтрек к Фрэнд. Это один из Остов, который можно было услышать в Дораме. Но Джису отказалась, потому что зрители не смогли бы сконцентрироваться, если бы ее голос прозвучал в Дораме как саундтрек. Она хотела бы оставить Юн Ро как Юн Ро. Джису подумала, что было бы странно, если бы песня с голосом Юн Ро прозвучала в серьезной сцене. Если честно, лично для меня это очень обидно. Ведь этот Ост буквально мог бы стать первым музыкальным сольным проектом Джису. Что было бы очень круто. А что вы думаете по этой ситуации? Правильно ли Джису поступила, отказавшись от Оста? На этом новости с Джису не заканчиваются. Не так давно многие фанаты заметили большую схожесть между одеждой Хэйна, то есть актера, с которым играла главную роль Джису, ну и собственно Джису. Фанаты сразу подумали, что это парная одежда. Или же Джису носит кофту Хэйна. Схожести бросаются в глаза сразу. Но и также можно заметить, что рукав у Джису очень растянут. Значит до этого его кто-то еще растянул. Ну а у Хэйна, как мы можем заметить, руки не маленькие. Так что из этого можно делать выводы. Вся эта ситуация заставила фанатов задуматься. Неужели слухи про то, что они встречаются, это правда? Я же лично даже не знаю. Даже если это одна и та же кофта, почему хороший друг не может одолжить поносить ее? Ведь они не обязательно должны встречаться для этого. А что вы думаете? И понравилась бы вам такая пара, если бы она действительно была правдивой? Ну а теперь новости по Лисе. Как мы знаем, в последнее время в ТикТоке набирает популярность тренд, где люди оценивают айдолов по своим личным предпочтениям. К сожалению, люди уже дошли до того, что оценивают айдолов по уродливости. Пользователь Айф Уон Йон сразу же захватил внимание ледизанов своим видео в ТикТоке, где он оценивает топ-10 самых уродливых девушек-айдолов. Такие популярные айдолы, как Жизель из Эспа, Сойон из G-айдол, Юджин из Айф и Хваса из Мамаму вошли в этот список. Ну, первое место заняла Лиса. Ситуация, если честно, очень неприятная. Какой вообще имеет право человек обзывать не только Лису, но и всех этих айдолов уродливыми? Все айдолы невероятно красивые, и то, как поступил этот человек, действительно отвратительно. Далее, как я думаю, мы все знаем, недавно прошел день рождения Розе, с чем мы ее, конечно, поздравляем. И да, если вы еще не видели видео в честь дня рождения Розе на этом канале, скорее посмотрите его. Ну, и вчера Розе провела внезапный эфир. Она сказала, что только что вышла с работы, то есть в 5 часов утра по корейскому времени. И сказала, что запустила прямой эфир в Инстаграм, потому что хотела поболтать и поблагодарить всех блинков за поздравления с днем рождения, которые она от них получила. Это слишком мило. Но он больше шокирует то, что она вернулась с работы в 5 утра. Также Розе сказала, что ей следует поменять зеркало, так как она сделала так много фотографий в нем. Ну, и тогда стало заметно, что ленточка, которая подарила Лиса Розе на ее день рождения, висит на зеркале. Это опять-таки очень мило. Ну, и теперь новые рекорды и достижения. Айскрим достиг 700 миллионов просмотров на YouTube, став 9-м видео Блэкпинг, который достиг этого рубежа. Это также самая просматриваемая женская коллаборация, выпущенная в этом десятилетии. Благодаря этому Блэкпинг заняли первое место по совместительству с BTS, как корейские исполнители с наибольшим количеством видео на YouTube, которое превышает 700 миллионов просмотров. Также сегодня вышел рейтинг репутации бренда среди женских групп за февраль 2022 года, где Блэкпинг заняли первое место. Ну, а сейчас мы подошли к концу этого видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться, а также оставить коммент. И, конечно, не забуду вам раздавать сердечки. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Большое спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok